Всем приятного аппетита! Вот так выглядит ужин или так же может выглядеть обед. Это у нас тархана чорба, это тархана суп. Это у нас побольше зелени. Вот эту чашку я могу вообще съесть сама. И это будет только, от этого будет только хорошо. Сверху, как обычно, сприснули нары, чеси. У меня еще тут вишня немножко, соус с вишней и оливковым маслом. Там картофель запеченный, с каплей масла. Видите, масла фактически нет. Курицу мы уже с вами нарезали. И наш салат это йогурт с красным мясистым перцем. Сейчас мы с вами будем варить суп и хотелось бы немножко сказать про зеленый салат. Зеленый салат нужен обязательно. Зелень очень полезна для мозга, что вам поможет отодвинуть вашу деменцию. А сейчас вы знаете, да, каждый второй страдает деменцией. Итак, кладем сюда для супа, кладем две ложки масла. Сегодня суп у нас будет тархана. Тархана это, я ее не делаю сама, вы знаете, ее заготавливают, она такими гранулами. Я ее покупаю обычно. Покупайте лучше в гранулах, не покупайте, в порошке не берите. Вот если вы ездите в Турцию, вот вам еще одно. Как, что купить в Турции? Если вы, конечно, в сочетании с жиром это будет калорийнее, лучше я обычно его ем, когда в пост я его ем с оливковым маслом, да, добавляю. Теперь мы сюда с вами нарежем сейчас два зубчика чеснока и добавим, поставим разогреваться, это поджарится, как у нас. И потом мы с вами добавим ложку вот такой вот татлы, биберсалча или там это перец, перец паста, либо пасту из томата. Вот видите, у нас сверху плавают гранулы. Теперь мы, значит, на каждые полтора стакана воды, чайных стаканчика, ложка вот этой, не капсулы, только что говорила, забыла, но в общем не важно. Очень вкусный суп будет. И даем, после того, как закипит, минут пять должно покипеть. Наша курица с апельсинами готова. Для такой вкусной курицы нам нужно было два апельсина. Один мы почистили, положили внутрь курицы, из второго мы выжали сок, добавили туда две ложки бальзамического уксуса, чеснок, также одну ложку меда и приправы, какие вам нравятся, травки. Я ее во время приготовления переворачивала, я никогда ничего не накрываю, не упаковываю, вот как готовится, так и готовится. Сейчас мы с вами ее нарежем, как вам показать. Вот видите, насколько она мягкая, вот спокойно разрезается, да, вот косточки. Просто у меня нет времени, мне нужно Таиланда вести на спорт. Вот, и держать одной рукой камеру, а другой рукой разделывать курицу, это тоже не очень удобно. Это у меня, кстати, курица органик. Но вы знаете, я, честно говоря, особо не верю, не думаю, что есть какая-то большая разница между органикой и обычной курицей. А вообще ешьте верхнюю часть курицы, а лучше грудь. Запеченный картофель, конечно, лучше, нежели жареный картофель или даже пюре, да, где есть там жиры, дополнительная соль. Так, вот наш суп, суп очень вкусный в Турции обязательно, обед и ужин обязательно, ну, желательно приготовить супчик, особенно если вы ждете гостей. Вообще на любой праздник обязательно первым должен быть суп. Так, ну вот, зеленый салат, мы уже с вами говорили, насколько он полезен, да, и насколько он хорош. Что ж, лично я картофель есть не буду, потому что все равно там есть углеводы. Самое главное, так, курицу я нарезала и хотела бы сказать вот про этот салат. То есть здесь только йогурт, несколько зубчиков чеснока и как жареный на мангале красный перец, а и чуть-чуть оливкового масла.